Полторы тысячи квартир, 867 миллионов тенге от экономии налогов на повышение зарплаты. Такой эффект должны получить североказахстанцы от реализации пяти социальных инициатив президента. Чтобы планы стали реальностью, за исполнением поручений главы государства будет следить Общественный совет Нуратана. Об этом говорили на заседании актива областного филиала партии. Репортаж Кристины Горбаченко. 1 июня в Астане прошло заседание Полицовета Нуратана с участием главы государства. На встрече говорили о трансформации партии и актуализации ее деятельности. Региональные филиалы получили от президента ряд поручений. В первую очередь это контроль за реализацией пяти социальных инициатив. Для этого создали общественные советы. В рамках программы 7-20-25 в ближайший год в области планируется строиться пяти жилых комплексов на полторы тысячи квартир. С нового года налоговая нагрузка будет снижена для более 31 тысячи наемных работников. Сэкономленные 867 миллионов тенге по нашей области будут направлены на повышение зарплаты этим же работникам. Помимо этого в ближайшее время будут построены два современных дома студента. Подвели и итоги выполнения задач, поставленных в конце прошлого года. Нуратановцы разработали 22 партийных проекта, создали институт анализа, прогнозирования и стратегических инициатив, а также академию политического менеджмента. В числе первых претендентов, а их было 145, программу «Политическое лидерство» решил пройти Александр Зель. В течение четырех недель обучались в режиме онлайн, не отрываясь от своего трудового места. После этого мы приехали в Астану и получили теоретический курс на базе Назарбаев университета. После этого мы обучались в академии политического менеджмента, где нам преподавали такие известные и ведущие эксперты из таких стран, как Сингапур, стран Европы. Еще одна ключевая задача партии – цифровизация. Первый проект в этом направлении – открытие в течение трех лет тысячи бесплатных IT-классов по всей стране. Второй – подготовка IT-специалистов. Кроме того, партия предлагает комплекс инициативных программ в рамках «Рухани Жангыру». Здесь подготовлен проект по трансформации традиционных библиотек в современные центры знаний с комфортными зонами для работы и досуга. Кристина Горбаченко, Рустам Тлеужанов, Новости МТРК.